Заинтересовать детей наукой, популяризировать профессии и помочь в самоопределении в Бийске произошло событие регионального масштаба. В школе номер один открылся Кванториум в рамках федерального национального проекта образования. Уважаемые ребята, для вас это замечательная возможность для развития. Это возможность занятия в Кванториуме для определения старта вашего профессионального самоопределения. Мы наукоградовцы и безусловно наукоград не мог обойтись без развития Кванториумов. Кванториум это уже не мечты, это уже действительность. И в Российской Федерации эта действительность активно развивается. И я очень рада, что сегодня в родной школе для меня, в родной школе для меня открывается очередной Кванториум. Мы открываем третий Кванториум в городе Бийске. И очень хочется, чтобы вам, дети, было комфортно в этом Кванториуме. Чтобы вы увидели свое будущее, чтобы вы увидели те технологии, которых вам не достает в общем учебном процессе. Чтобы вы смогли реализоваться, чтобы каждый индивидуал из вас нашел то свое «я», которое позволит вам дальше активно развиваться в жизни. Три аудитории для наглядного изучения биологии, химии и физики. В каждой провели ремонт, заменили мебель, закупили специальное оборудование, программное и методическое обеспечение. Общая стоимость проекта порядка 26 миллионов рублей. Самое главное, что оно правильно подобрано для детей именно того возраста, для своей целевой аудитории. Ну и, соответственно, все это оборудование, оно только является уменьшенными прототипами хорошего, серьезного промышленного оборудования, которое используется в настоящий момент на настоящих заводах. 3D-принтер. О нем много кто слышал, но мало кто видел вживую. И у ребят, которые будут заниматься в Бийском кванториуме, появилась возможность развивать направление 3D-моделирования. В день открытия провели ознакомительную экскурсию и мастер-классы. С горящими глазами педагоги не только рассказывали, но и показывали, какими у них теперь будут уроки. Итак, соляные кислоты наливаем немножечко на донышко. Кислота хорошая, крепенькая. Работать будет много. И добавляем гранулы цинка. Что мы видим? Мы видим, что у нас реакция идет бурно с выделением газа, но она экзотермическая. Главное, что я здесь показываю, то, что пробирочка у меня нагревается, колба у меня горячая, да? Я беру перекись водорода, которая 35-процентная. Для того, чтобы пена была более плотной, добавляем обычный раствор мыла. Для эффектности, для наглядности мы данный раствор окрашиваем. И добавляем обычный перманганат калия. Мы видим, что происходит закипание данного раствора. Температура увеличивается. Все очень удобно, все наглядно. И главное, быстро. И в течение урока это можно использовать. То есть ребенок тему изучил. Мы подошли, закрепили, наглядно увидели. Даже те, кто давно закончил школу, после такой экскурсии захотели вернуться. Ведь ту же химию увидели иначе. Ну, здесь так интересно. Я вообще не химик, но глаза разбегаются. А, вот я сейчас чувствую, что эта пробирка горячая. В общем, я думаю, что у ребятишек возрастет интерес к такому предмету, как химия. Потому что, если так будут проходить все уроки, то это прямо круто. Преподаватели уверены, что теперь такие предметы, как биология, химия и физика, станут более интересны и востребованы у ребят. Ведь изучать наглядно, посредством опытов и лабораторных, на современном оборудовании, занятие увлекательное. Здесь представлено именно наглядно. Не только можно посмотреть, но и потрогать, что самое важное. То есть больше к науке, скажем так, прикоснуться. Школьники настроены на плодотворную работу. Кроме того, Кванториум поможет в том числе определиться с будущей профессией. Я учусь в 10-м классе. Свою профессию я бы тоже хотел связать либо с инженерией, либо со сборкой роботов. Для меня Кванториум полезен тем, что я могу получить свои навыки программирования и сборки роботов. Но Кванториум полезен тем, что можно найти новых друзей для общения, общие интересы, но также для изучения различных предметов школьных, чтобы изучать не только на бумаге, но и на практике. Я, скорее всего, пойду на программиста, потому что я уже с ранних лет увлекаюсь программированием, занимаюсь разработкой игр, ну и, скорее всего, с этим и свяжу свою жизнь. Я планирую также собирать роботов, изучать новые их способности, функции, писать программы, возможно, ну и, в принципе, самореализовываться. Благодаря федеральной программе обычные кабинеты превратились в настоящие лаборатории. Наверняка именно в такой среде должны появиться будущие Менделеевы, Циолковские и Кюри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова